Итак, друзья, продолжаем. Что нам следует сделать далее? Нам следует создать страницу просмотра конкретной статьи. Вывод мы сделали на прошлом уроке, теперь нужно сделать просмотр статьи. То есть у нас появляется новый URL. Отсюда следует, что нам нужно задать новый маршрут. Переходим в файл route.sphp и добавляем следующий новый маршрут. Располагаться он будет у нас по адресу posts и наше чпушное URL. Обозначаться он будет как getPost и использоваться будет postController и метод getPost. Переходим в папку контроллера и создаем новый контроллер – postController. Выбираем файл PHP, postController. Готово. Заполняем его содержимым. Объявляем класс postController, который будет наследоваться от baseController. И теперь нам требуется создать наш метод, который будет отвечать за вывод страницы. Теперь нам следует сделать запрос и получить данные конкретно статьи. Выборку мы будем осуществлять вот по данному нашему чпушному полю слаг. Запрос будем делать следующим образом. Заводим переменную post. Обращаемся к нашей модели post. Выполняем запрос where. Условие говорим то, что у нас есть поле слаг, и оно должно равняться вот этому слагу, который к нам пришел. И вызываем метод firstOrFail. Теперь нам нужно указать представление и этому представлению передать наши данные. Делаем return, обращаемся к классу view, делаем make. Указываем то, что у нас будет папка posts, вот здесь вот в папке view. И там будет у нас show.blade.php. И в данном шаблоне мы создаем переменную view пост и передаем данные нашего поста, который мы получили здесь. Теперь давайте сделаем ссылочку, которая нас проведет на новую страничку. Для этого мы переходим в index.blade.php. Вот у нас пустая ссылочка, и мы ее заменим на действующую ссылочку. Ссылку мы создадим с помощью helper.urlm. Указываем action, то что у нас будет getPost. Как вы помните, getPost мы в раутах указали, что это будет называться у нас getPost. Псевдоним, так сказать, задали. И вторым параметром мы передаем наш слаг конкретного поста. Сохраняемся. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Обновляем страницу в браузере и смотрим, какой URL у нас получается. URL у нас получается правильный. Post.lorem.ipsum. Так, если мы сейчас перейдем по ссылке, то мы получим ошибочку. Вот наша ошибочка, так как у нас нет шаблончика для этого. Давайте делать шаблон. Итак, давайте создадим файл, то есть папку в папке view. Она у нас будет называться posts. И здесь создадим наш новый шаблончик. Он у нас будет называться show.blade.php Давайте убедимся, что это у нас все работает. Сохранимся. Перейдем в браузер и обновим страницу. Да, шаблончик у нас подключился. DDD у нас вывелось. Указываем в нашем шаблоне то, что мы будем использовать layouts.default. Далее инициализируем секцию content. И выводим непосредственно саму статью. Article в h1 помещаем название статьи, post title. Далее рисуем дату публикации. Обращаемся к нашему полю created.at, то есть когда была создана статья. И говорим в каком формате нам нужно выводить. В формате нашим замечательным день, месяц, год, часы, минуты, секунды. И далее после этого идет у нас само тело статьи, которое тоже было бы неплохо обрамить тегом p. Окей, сохранились. Давайте теперь проверим. Переходим в браузер. Мы остаемся на данной же странице. Обновляем страницу. И видим нашу текущую статью. Давайте посмотрим нашу вторую статью. Вот наша вторая. Переходим на нее. И видим, соответственно, ее текстовку. На этом видеоурок я заканчиваю. С вами был Дмитрий Афанасьев. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует...